И вот мы сегодня вам будем рассказывать, что такое онкология. Что же такое онкология и почему я вам обращаюсь с эфиров кабельного телевидения или ютуба? Сейчас объясню. Дело в том, что мне запретили это делать, вы понимаете, да, я болен, и у меня проблемка, да, четвертая степень онкологии в голове. Вот, и почему-то запретили мне говорить о том, что мне нужна помощь. Да, мне помощь необходима. Вот, и помощь-то не такая уже большая. Всего там полторы тысячи человек из города Магнитогорска, если бы пожертвовали по 500 рублей, мне бы хватило. Для того, чтобы моя жена поняла, что вторичная операция, это у нее в запасе. Вот. Да, мне приходится ездить, и я, естественно, таскаю с собой и супруга, и всех остальных, потому что без этого никак. Потому что без этого смысла-то и нету. Вот. Где мне пришлось ездить? Я после операции купил себе планшетник. Он там сделал, не планшетник, а этот ноутбук. Вот. Мы в течение 7 дней сказали, где мне надо лечиться. То есть, мне жена говорила, что нужен тимодал. Я говорил, что мне нужен тимодал с третьей степенью. Четвертый мне показал в турецкой онкологии. Вот. В итоге не прошло. То есть, Челябинск мне пробил бошку радиолучами. Вот. А потом я уже поехал в Турцию. Что касается в Турции. Во-первых, лекарства. Лекарства в 30 раз дешевле. Тема дал, да? Там стоит на 3 месяца 1300 долларов. У нас обошлось бы удовольствие в полтора миллиона рублей. Нормально? Это все клево. Кто мне помог? Мне помогли все. Нормальные жители города Магнитогорска. В том числе, Инна, которая мне предоставила денежные средства 150 тысяч рублей. Естественно, Евгений Тевтелев, который мне 100 тысяч дал. Виктор Филиппович Рашников, который дал 50 тысяч рублей. Курносов Сергей тоже дал 50 тысяч рублей. В общем, люди как-то так скинулись и дали мне возможность пролечиться. Естественным образом, я продал машину. Естественным образом, человек меня немножко швырнул. Я естественным образом на него накатил. То есть, он еще 150 тысяч мне должен будет. Так что, ребят, пока сори, хороших машин у меня нет. Потому что мне надо сделать голову. Что касаемо всего остального. Почему я не делаю голову в России? Сейчас объясню. Дело в том, что Россия и онкология, в смысле СССР и онкология, началось все это абсолютно недавно. В 1995 году. Может быть, кто-то и не помнит. Может, кто-то родился уже и позже. Сейчас расскажу. Перевели одну книжечку по борьбе с онкологией. Представляете? До этого вообще ничего не было. То есть, люди умирали, умирали, умирали. А толку-то не было. И либо людей открывали, смотрели онкологию. Вот такая радость-то была. Потом началось пять лет. С 1995 по 1990 год. Там как бы все не очень-то хорошо было. А потом начался пипец. То есть, тогда, когда я учился. С 1990 года по 1995 год. Все так валилось, валилось, валилось. И то мы еще, ладно, нормальные люди. А потом все. Потом начался не просто капец, а капец конкретный. То есть, по сути, мы не занимаемся онкологией в принципе. 1985, понятно, что было. То есть, говорить о том, что мы занимаемся онкологией, это естественный бред. Что касается теперь уже онкологии сегодняшнего дня. 65% у нас умрет от онкологических заболеваний. Это нормальное явление. Потому что с онкологией мы живем вместе. С онкологией мы вместе с ней пытаемся бороться. Представляете, люди черные, почему они появились в Африке? Потому что надо было так сделать. И онкология сделала людей черного цвета кожи. Мало того, в Африке недавно откопали свидетельство того, что древняя мумия болела онкологией. Это нормальное явление. Теперь объясню, что такое онкология и как с ней нормально бороться. Во-первых, онкология. Вы должны понять, что это не предел вашему вниманию, вашему самосовершенствованию. Понимаете? Тут у меня недавно люди умерли. Починок. Еще один человек. У них сердце бабахнулось. Лет-то у них было не так уж и много. 58-56. То есть, понятно, да? Хлоп и нет у человека. Слово онкология. Во-первых, вы должны понять, что с заболеванием вашего рода вы можете жить. Можете жить и подольше. Дело в том, что у меня друзья мои, да практически все уже умерли от онкологии, как ситуация-то была. Первого человека мы похоронили 10 лет назад. Ему сказали, что у него опухоль прямой кишки. Он так просто раз в поп. А мы-то думали, что у него опухоль поджелудочной железы. Вот такие вещи. Понимаете? Не весело получилось. Он пришел в нашу дивную медицинскую часть. И через три дня мы его похоронили. Вот клево-то было. Переметнемся еще на 7 лет. Сушков. У него был рак почки. Я ему сразу сказал, Женя, может быть мозги не канифоришь. Поехали в Турцию, тебе сделают все нормально. Не поехал. Он попытался пролечиться. Я его похоронил, его можно было на руках нести. Представляете, да? Как онкология его съела. То есть это даже не человек был. Это было тельце легенькое. Еще год назад другой учитель мой, Юра Пориалин. Вот, мейлома. С мейломой кости я сразу же нашел ему лекарство. И сказал ему, ты бросай все. У тебя же все в порядке. Дом есть, квартира есть. Просто переедь в Турцию, еще куда-то. Лечись спокойненько. Тебе возраст 68, может быть 72. Я же не помню, сколько лет ему было. Говорю, тебе плюс 15 лет. Его за год похоронили. Ой, как это было нехорошо. Мало того, хоронят, 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 хоронят. Я говорю, вы посмотрите на меня. Я плюнул на все. Я поехал в Турцию. Что касается у нас онкологии. Сразу вам скажу, если вы пришли. И вам такой диагноз объяснили. Вам лучше с собой притащить двух жлобов больших. Потому что у вас будет стопроцентное состояние аффекта. А в состоянии аффекта вы бы уходите. Вам сказали. Вы уходите, у вас настроение такое. Понятно какое. Плакать хочется. Вы говорите своим людям. А у вас принцип называется. Сейчас скажу. Секундочку. Долго болтаю. Аффект. Аффект. Я специально. Потому что у меня тоже с головы что-то там засыктымилось. Я не все сразу запоминаю. Так вот эти крендели зайдут и начинают его бить. Это правильно. Это надо сделать. Потом вас естественно в милицию свозят. А вы скажете. Было состояние аффекта. И так вы потихоньку будете россиян немножко обучать. Что надо жить с онкологией. Надо работать с онкологией. А если не получается. То делайте как я. А теперь я вас приглашаю туда. Где я для начала понял. Что такое онкология в Турции. Но понял я что такое онкология. Что такое медицина. Немножко это было другое. Это был 2007 год. Я там заболел. У меня было бронхит. Бронхит у меня появился. И я увидел как лечат диализ. Так что посмотрите как это делается в Турции. А потом подумайте что такое диализ. Потому что в Турции диализ в два раза дешевле чем у нас. А там тоже сумма такая приличненькая. Часто ли мы можем похвастаться тем, что каждый новый год, каждый новый месяц или каждая новая неделя, а может каждый новый день принес нам что-то новое. Если события происходят по вышеозначенному курсу, то количество вашего внутреннего счастья и смысла жизни пропорционально увеличивается. Мы вообще пропагандируем жизнь яркую во всех впечатлениях. И работая на передовой просто обязаны делать каждый материал с позиции новизны и свежести впечатлений. Итак, порция новых впечатлений от последнего чартера из Москвы в Анталию. А вообще это может сделать каждый, если не будет пинаться рядом с отелем. Не сказать, что мы не стремились поехать в Турцию. Конечно, хотелось посмотреть, что такое золотая турецкая осень. Но турецкая осень, конца октября, начало ноября месяца, совершенно не золотая. Здесь нет никакой пожелтелости. Здесь прекрасная зелень. Здесь прекрасные кемерские горы. Здесь прекрасный воздух и прекрасная погода. 28 градусов на солнце. Какая погода меня ждет там, внутри Средиземного моря, я вам сейчас расскажу. Потому как еще не пробовал, знаете ли, только прилетели. Прилетели вместе с Средненбургскими авиалиниями и фирмой Эльдорадо Тур. Но не то, чтобы нам очень сильно хотелось поехать. В смысле того, что была острая необходимость. Но нас позвал медицинский центр города Анталия. Для того, чтобы вам показать, что Турция вас гостеприимно встречает не только летом, но и осенью глубокой, но и зимой. Ну что ж, попробуем. Скажем честно, в этом году в воду я залазил только в начале лета. Дело было в Таиланде. И разочек вы видели, что мы устраивали покатушки с экстрим-клубом. Ну давайте, первое впечатление. Вот так все запросто. Решив все проблемы за несколько часов и собравшись за 15 минут, можно реально и сейчас в корне поменять обыденность на новые впечатления. И для начала впечатление от Средиземного моря. И впечатление здесь в Кемере из разряда, опять же, ранее невиданных. Да, действительно, в отдельно взятой стране, похоже, решено было кардинально очистить и без того чистое море. Потому как с каждым Новым годом вода на Анатолийском побережье Турции становится прозрачнее. Потому как это побережье при абсолютно грамотной политике Министерства туризма Турции приносит деньги и немалые в бюджет мудрого государства. И все застраиваемое делается по принципу минимального вреда экологии. И здесь не бросают бычки и мусор в море. Здесь после каждого шторма весь мусор, принесенный даже из стран Африки, тщательным образом удаляется из песка и гальки. И поэтому количество обитателей морских глубин, желающих похавать халявный хлебушек от добрых туристов, увеличивается год из года. Соответственно, и рыбалка становится лучше. И, соответственно, море продуктов свежих и паренных на ваших онклюзивных столах тоже. Но мы приехали в Турцию в этот раз не с целью упиваться и уедаться, хотя, скажем честно, в полюбившейся нам Сити Роуз, с обалденной кухней и вышеозвученной системой, не сделать этого хотя бы раз нам, честно говоря, не удавалось. Комфорт, умиротворенность и спокойствие. Отдых, пожалуй, лучшего европейского уровня. И это не высокие слова, это амбициозные планы государства, которое четко знает, что надо делать. И планы эти подтверждаются многомиллионными потоками туристов, каждый год приезжающих в Турцию. И успешная реализация этих планов, некоторых не самых успешных, прямо-таки выводит из себя. И для этого и в поисках чернухи здесь даже разместили корпункты нескольких ведущих российских каналов. Нас же сюда приглашают с совершенно другой целью – показать, объяснить и научить вас правильному отдыху. Либо стилю жизни. Жизни, в которой посещение этой гостеприимной страны станет для вас ежегодной, да и неодноразовой традицией. Сегодня норма жизни практически любого россиянина, вне зависимости от места жительства, это наличие загранпаспорта. Кроме всего, норма жизни провинциального города с количеством населения до полумиллиона – это наличие чартерного рейса, либо двух по привычным направлениям. Теперь и отсюда давайте поймем, что чартер на Анталию должен быть загружен всегда, и зимой в том числе. И в корне неправильное утверждение о том, что Турция хороша только в период с мая по октябрь. Турция хороша круглый год. На этом побережье крайне редкие холодные арктические циклоны, заваливающие лазурный берег снегом. Здесь нет никогда промозглой сырой погоды Европы. Здесь даже в дождь комфортно, ароматно и пряно. И здесь даже зимой можно покупаться, потому как температура воды не опускается ниже 18,5 градусов. Что, не знали? Но это потому, что турагентство получает процент от туроператоров. Которому необходим вал туристов. Туристы же европейские обеспечивают поток немцев, датчан, шведов, ирландцев и вообще жителей той самой промозглой Европы сюда круглый год. Кстати, стоимость чартера из Берлина до Анталии это примерно в 65 евро. А время в пути те же 4 часа. Да и при следующем визите в Турцию обратите внимание на наличие у отеля газохранилища. Сейчас большинство пятерок имеют таковое, то есть они готовы принимать туристов круглый год. И здесь газ идет не на отопление, а просто на нагрев горячей воды. Для внутренних нужд и бассейна. И так получилось, что в этот год мы традиционны и не в сезон смотались и в Таиланд, и в Турцию. И скажем, для нелюбителей толкучки, шума и гаммы не сезон самое время. И мы лично в конце октября здесь, в Кемере, из моря не вылазили, и шопинг нас тоже не напрягал. И удивил и без того низкими ценами. Но есть вещи, которые в Турции легко можно купить, при этом денег много и не потратив. Здоровье, например. Насколько часто вы можете получить реальное удовольствие от посещения медицинского центра? И не говорите, что это странный вопрос. Правильно задавайте вопросы. Где расположен такой медицинский центр? Это правильный вопрос. Мы вам предлагаем посетить диализный центр в Анталии. А вообще надо понимать, что здесь таких много. Теперь просто и популярно в процедуре диализа. В организме человека есть несколько наиболее важных органов, которые работают в тяжелом режиме. Легкие насыщают кровь кислородом. Печень добавляет туда энергию. Почки очищают нашу жизненную важную жидкость. Неисправность любого органа этой цепи останавливает жизненный цикл. Человек при грамотном отношении к здоровью может, пункт номер один, не укорачивать свою жизнь никотином и суррогатным алкоголем. Пункт номер два. Вести относительно здоровый образ жизни. Но часики тикают. Да и изменения на генном уровне предотвратить невозможно. Но человек научился и достаточно успешно бороться с хронической почечной недостаточностью. Как и с отсутствием почек как таковых. И важную функцию очистки крови возложил на умные машины гемодиализа. И вот казалось бы, проблема решена. Но возникает другая проблема больного. Это прикованность к аппарату искусственная почка. И лишение возможности вести полноценную жизнь. Но так ли это на самом деле? В жизни каждого человека существуют моменты, когда он радуется, когда он грустит, когда он понимает, что жизнь закончилась. И тогда человек либо он прикован к постели, либо он прикован к определенному месту жительства. Но сегодня, сейчас люди больные хронической почечной недостаточностью могут быть не прикованы к своему месту постоянной дислокации, к своему дому, к своему диализному центру. Потому что, вот посмотрите, буквально за последние два года здесь открылся новый центр по гемодиализу. Я не стал делать этот стендап после того, как зашел сюда. Я специально сделал его до того. Потому как я знаю, что меня обычно турецкая медицина удивляет. В конституции каждого нормального государства прописано, что каждый человек имеет право на жизнь и право на получение медицинской помощи. Каждое нормальное государство, помимо всего, уважает инвалидов и соответственным образом выделяет для этого средства. Но не в каждом государстве частная медицина с успехом заменяет государственную. И при этом эта медицина на великолепном уровне. Что же касается России, то надо понимать, что мы и здесь в полной каке. У нас нет ни онкологии, ни диализа. Точнее, есть, но диализ в Рашке стоит в три раза дороже. И вам туда-то и не попасть. Химия в России – это часть заработка тех, кто сидит на ней. Представьте, химия в Турции в 30 раз дешевле, чем у нас. Но чтоб понятно было, химия там для меня это 1200 долларов на три месяца. Химия у нас – это свыше полутора миллионов рублей. Круто, да? Да нафиг бы нам такое нужно, а? Частная медицина Турции – одна из лучших, если не сказать, самая лучшая по доступности цены по уровню оказываемых услуг. Это становится более очевидным, когда понимаешь, что на примере диализного центра, открытого в 2005 году, и где вы видите продуманный подход к жизненно важной процедуре очистки крови. Здесь установлено самое современное оборудование с применением высокоточных медицинских технологий. На базе диализаторов Ray Senus 4008, Brown Dialog Turay 8000. Эта процедура доступна по цене, и здесь никогда нет очередей, и здесь максимально внимательное отношение к пациентам, и здесь видишь незагруженных и убитых горем людей, которые прекрасно понимают, в какой опасности находится их жизнь, и поэтому они знают, что даже приехав сюда на отдых, они будут вести полноценный образ жизни, ничем не отличаясь от других. Геннад Шустер, я из Heidelberg, Германия. Я в Германии. Я постоянно приезжаю сюда дважды в год. Прохожу здесь процедуры, великолепный уровень и в общем комментарии излишни. 17 лет я прохожу процедуры очистки крови, и все отлично. Живу прежней жизнью, и единственное, чем я не смогу справиться, так это с принципом, что хорошего человека должно быть много. Это норма жизни европейского человека, и чем эта норма жизни отличается от человека российского, не совсем понятно. Потому как цены у нас выше европейских. Государству, по сути, должно быть безразлично, кому оплачивать лечение человека с инвалидностью. Но если вы не смогли достучаться до чиновников, то страхуйте жизнь по полной. Только в нормальных страховых компаниях. Либо зарабатывайте чуть больше, если вы в силах. И по цене отдыха в Турции по системе Ultra All Inclusive получите либо подарите здоровье. А эмоции вашего ближнего будут такими же, как и эмоции, казалось бы, безнадежно больных турецких граждан, либо граждан объединенной Европы, получающих удовольствие от внимания персонала и лечения в гемодиализном центре в Анталии. Чем отличается жизнь хронически больного человека в Европе, Азии от России. Ну а для тех, кто не знает, предлагаем экскурсию. И вам все станет ясно. Здесь в диализном центре в Анталии не лечиться. Здесь жить хочется. Хотя давайте все-таки о процедурах. Специфика работы частных медицинских центров в Турции это работа только с оборудованием высочайшего уровня. Для сеансов гемодиализа, гемофильтрации или одноигольчатого диализа покупаются препараты только высокого качества. И одноразовое использование. Больной хронической почечной недостаточностью в течение нескольких процедур получает свою кровь, очищенную на порядок лучшим образом, чем это делается в отдельных центрах, в которых проблемы очередей и наличие медикаментов такого уровня присутствуют, и лечение он и вряд ли стоит на первом месте. Здесь человек живет полноценной жизнью, частью которой является процедура получения жизни в диализном центре. А это то место, в котором есть места и любви, и счастья. Да вот и я живу как нормальный человек. Прихожу сюда, получаю процедуры и думаю о замужестве. А почему нет, а? Это не сказка. И здесь нет места под тасованным фактом. Вы все можете проверить сами, если не верите своим глазам. Просто приезжайте в Анталию, либо попросите ваших друзей доехать до всеми любимого диализного центра. Да вы все сразу поймете. Кстати, еще проще смотаться в другой нормальный центр. Их там много. Хотя вы пройдите и посмотрите. И чувство вины за наш отечественный беспредел у вас появится. Особенный прикол, если вы с собой заберете больного онкологией. И самое забавное, что онкология – это рядом с лечением хронических проблем с сердцем. И вам никуда не надо бежать. Бредятина о том, что вам лучше не ехать становится тем более очевидным, что разница температур между нами и Турцией, ну максимум 5 градусов. Держайте и поймите, что там заботятся о вас. Кстати, если вы поймете, что заботиться о здоровье нужно, снимите квартиру, отправьте человека за деньгами. Перевод денег через Денисбанк – это совсем просто. И для держателя каст Сбербанка – и вот вам правильная Турция. А если вы захотели купить в Турции что-то совсем другое? Так вот, турецкий язык учится за два месяца. Продали хату в Рашке и здесь купили? Причем для жителей крупных центров при продаже однушки здесь вы и дом купите. И живите в Турции и наслаждайтесь прелестью Турции. В качестве недорогого полноценного шопинга, ароматы приготовлены индивидуально для вас в великолепной турецкой кухне в настоящих кафешках. В посещении детьми аттракционов, словом, рядом с любым центром можно реально почувствовать натуральную Турцию, а не отдых в великолепных, но отдаленных от местного колорита отелях. Что же мы представляем себе, когда говорим о медицине? Не самые уютные палаты на двоих, палаты на 10-12 человек. Персонал, отчаянно с трудом, сохраняющий способность заботиться о больных с зарплатой в 7000 рублей, ну может быть чуть больше, может быть даже 70 тысяч рублей у некоторых-то есть. Столовую с раздаткой, где пытаются готовить качественную пищу из продуктов, купленных на максимально урезанный бюджет. И все это российская правда. И мы не случайно разговор о наболевшем ведем на фоне хронических больных почечной недостаточностью. Но таких довольных, сытых и улыбающихся граждан Турции, Германии и Франции, уплетающих за обе щеки вкуснейшую еду, обед индивидуального приготовления и при этом получающих процедуры на современнейших аппаратах гемодиализа. Когда такое будет у нас? Да, вопрос. И решение этого вопроса уж точно не стоит на первом месте. На первом месте у нас решение демографической проблемы. Может быть в принципе это правильно, потому как за деньги на второго ребенка можно легко провести 5 лет в отпусках в Турции, получая лечение в любом центре в Анталии. А если в этот период запланировать и третьего, то можно протянуть десяток лет. И за этот период, возможно и у нас появятся подобные с 15 диализаторами фирмы Френсерус, Браун Дайлог, Турей, с индивидуальными LCD-телевизорами, DVD-проигрателями, наушниками, аудио и видео фонотекой на этаже. А этажей таких в любом диализном центре в Анталии аж очень много. Да. Что, не получается у нас такое? Да. Не получится. Поэтому сегодня, сейчас и для вас, и для ваших близких здесь все есть. И бассейн, и телевизионные залы, камины, шашлычные. Я не вижу у людей чувство отрешенности на лице. Это что, индивидуально ваш подход к каждому пациенту? Академия. Диалеза алдакları sürece o yorgunlığı görmüyorlar. Yani kullanılan malzeme, фильtre, makine, ayарламaları, bunlar düzenli olduğu sürece hastalarımız gayet sağlıklı ve mutlu oluyorlar. Ama onun dışında tabii yetersi делеза alırlarsa daha мutsuz olabilirler. Первым планом технические машины и проведения диалеза достаточно. А также психологически наши внимания. Они всегда улыбаются и всегда мы чувствуем свои силы и рядом с ними всегда. Вашим центре проводит процедуру. Две с половиной тысяч человек. Вы готовы принять еще такое количество из России? Tabii ki çıkabilir. Bizim merkez olarak zaten kapasitemiz daha yüksek. Antalya'da oturan sabit hastalarımız da var. Onlarla zaten seanslarımızı dolduruyoruz. Ancak şu anda bulunduğumuz bu salon yurt dışından gelen hastalara ayrılmış salonumuz. Yani biz buraya sabit yerle Antalya'da oturan hastaları pek almıyoruz. Genelde yabancı hastalarımız bu salonda ayrıca alıyoruz. Onların yeri var, hazır. Для будущих пациентов конечно уже место у нас готово. Также как мы прежде говорили внизу на первом этаже для населения постоянных клиентов. А вот это второй этаж для наших туристов и конечно отдыхающих в нашей стране и в нашем регионе. Доступно ли то, что вам показали для россиян? Конечно. Любой чартерный рейс. Нет чартера из вашего города. Москва летает круглый год. Бронь по телефону или через интернет. Любые формы оплаты. Не знаю как проконсультируйтесь с адвокатом, но если вам по инвалидности государство должно платить лечение заболевания хронической почечной недостаточностью и либо онкологией, то какая разница по сути кому этому государству платить деньги за ваше лечение? Хотя я не думаю, что для Турции вы от россиян добьетесь результата. Так что все дело в вас. Если вы не добьетесь ответа на этот вопрос, то застрахуйте свою жизнь по-крупному и вам страховая компания не желает терять клиента, а платит лечение. И поймите, жизнь не останавливается даже когда становится поздно пить боржоми. Надо просто знать, где вы можете продолжать жизнь по полной программе, загорать со всеми, веселиться в разумном количестве, купаться в теплом море. А если у кого-то возникнут вопросы, куда вы пропадаете на завтрак или обед вашей пятерки в Анталии, вы сможете гордо ответить за здоровьем я ездил, за здоровьем. Итак, потеряли ли мы день? Да нет, мы приобрели, как всегда, много знаний. Сегодня знаниями своими поделимся с вами. И сегодня мы побывали и увидели людей, собранных в клуб, с единым интересом. Это интерес к жизни. И местное население, и туристы, которые приезжают из Германии, из Франции, могут это сделать. Они покрыты социальной страховкой. Можем ли мы это сделать? Проводить сеансы гемодиализы, просто отдыхая вместе, вместе отдыхая в Турции, в гемодиализном центре, что расположен рядом с отелем Шератон? Конечно, можем. Еще хотелось бы всем вам сказать, что есть возможность сделать человеку замечательный подарок, совместить приятное с полезным, совместить отдых с возможностью жить в человеческих условиях. Сколько процедура такая стоит? Процедура такая стоит небольших денег от полутора до двух тысяч евро это в месяц с проживанием, двухнедельным проживанием на солнечном побережье Анталии. Причем проживание это не только то самое лето, когда здесь жарко действительно, середина, даже конец октября и начало ноября. Это почему весь год вы можете спокойно ездить в Турцию, отдыхать, получать удовольствие и заряд жизни. Вот и забавная ситуация возникает. Что такое онкология? Она может возникнуть и вдруг и внеоткуда. Дело в том, что у меня онкология возникла достаточно давно, потому как еще на других компьютерах я работал и у меня была кровь из носа. Теперь мне сделали операцию по удалению опухоли мозга и крови нету из носа. То есть, представляете, 2006-2005 год, когда у меня четко кровь шла из носа, когда только наступал холод. Представляете? Здорово было, да? Вот. А уже потом она не спеша возникала, возникала, возникала. Потому что сейчас у меня все нормально. У меня здесь LCD-монитор и вообще вопросов не должно было быть. Но такое случилось. Естественно, я вернулся на круги своя и на кого я работал в 2005-2006 году. Я просто обратился к ним и помните, да, мы делали с Максом такое шоу такое, реальти-шоу, помните? Большая стройка с Максом делали, да? Вот. Немного денег запросили, кстати, а надо было больше. Удовольствие стоило 3 миллиона. Это именно столько Мархевич себе взял. А нам не так уж многое досталось-то. Хотя мы все делали сами. То есть, писали сценарий 5-10. Я пришел к хозяину этого поселка Нежное и попросил денежки. Небольшое количество, кстати, попросил. Не дал он мне. То же самое мне не дали и работники Челябинской госпитальваде компании. Платонов такой, Василий. Не помню, как ушел. По фамилии. Тоже много денег-то я и не просил, да? Так, тысячу долларов. Ну, чтобы помочь было, если что. Тоже не дал. Ну, это нормальное явление, да? Обратился еще и к Колеснику. Знаете, такая девушка у нас репетирует везде и всюду. В смысле, не репетирует, у нее плакаты на каждом угле города Магнитогорска. Вы приходите, я такая крутая. Так вот, не ходите даже туда, потому что вы понимаете, о чем я. А другие помогают. Конечно, я не прошу денег бесконечное количество, только вот Инна мне выдала сумму 150 тысяч рублей, а остальные, ну, понемножечку, потихонечку. С другой стороны, ну, нет, так и не надо. Просто надо раньше сказать, что не получается. Хотя сома-то небольшая и нужна. Вот. И, возможно, она будет и необходима, потому что первую операцию мне сделали, возможно, нужна будет вторая операция, поэтому, ну, надо помогать. Вот. Для тех, кто понимает, что онкология в России не лечится, оно не лечится, потому что, ну, я вам уже сказал, что в 85-м году перевели первую англоязычную штучку под названием онкология, то есть, у нас до того, как бы ничего и не было, да и сейчас тоже не все хорошо. То есть, возникает вопрос, где лечиться? Сто процентов говорю, что, в принципе, не лечиться в России точно. Вот. вам сказали, вы поняли и поехали в другие места. Какие другие места? Я определил, Турция, да. Почему бы и нет? Самолет летает постоянно, даже если сильно захотите, вы можете слетать в Турцию с Москвы, вот, взять там нормальную химию, пройти радиооблучение, вот, и продолжить свою жизнь. Почему бы и нет? Разумеется, у вас возникает вопрос, почему лекарства там стоят в долларах, но в небольших, а здесь стоят в рублях, но вообще абсолютно большие, в 30 раз дороже. То есть возникает вопрос, а где бы купить квартирку? Что касаемо квартирок, я вам сейчас покажу, как это делается, какие квартиры есть в Турции, покажем уровня, скажем так, для тех, у кого очень много денег, но есть на, и для тех, у кого денег не сильно много. Вот. Получаете недвижимость и, по сути, как бы у вас все в порядке становится. Не каждый туда поедет, ну и ладно. А в дальнейшем мы вам покажем уже в других местах недвижимость, как то в Египте и в Таиланде. Итак, мой дом, моя крепость. Вот только где эта крепость располагается. Давайте по порядку. В крепости должно быть светло, тепло, комфортно и безопасно. Крепостей в России по сути по пальцам пересчитать. Здесь полгода темно, холодно, некомфортно и, учитывая уровень медицины и человеческое существо небезопасно. Вариант для умного человека это запасной аэродром. При этом абсолютно не обязательно, чтобы вы были олигархом и даже новым русским. Напомним, цена недвижимости в России складывается из нескольких факторов. У нас стены должны быть толще, у нас любят жить в городах, у нас надо топить и у нас стройматериалы в три раза дороже, чем там. То есть у нас по сути дорогая страна и дешево ее не сделать. В свое время это было, конечно, но при общем уровне веселья это по сути было грустно. Нет, мы не призываем вас валить с концами, но можно немного подвинувшись здесь жить-то вполне комфортно и мест много. Теперь поверьте человеку путешествующему и немало. Юность рано или поздно кончится. Эксперименты со здоровьем в холодной стране доведут естественным образом до кладбища, только быстрее, чем в теплой. Какие варианты доступны? Да их-то и немного. В смысле немного стран, комфортно относящихся к инвесторам. Вы же деньги туда вкладывать собираетесь. Теперь то, что вы никогда и нигде не услышите и не прочтете. С недавних пор Турция стала самым комфортным местом. И это складывается из нескольких факторов. Это безвизовая страна для россиян. При приобретении недвижимости здесь вы получаете сразу вид на жительство. А через пять лет и гражданство. В Турцию летают самолеты из любого крупного города России. Квартплата в Турции за год эквивалентна нашей за три месяца. Медицина для граждан бесплатна. Медицина для тех, кто ожидает гражданства равна страховой сумме в 2000 рублей примерно в месяц на семью. И самое забавное, что мы вообще-то в большинстве своем прямые родственники с тюрками, проживающими в Турции. Теперь кому доверится то предлагаем вам очень известного в городе человека. Кто-то может сказать, что в Турцию сейчас съездить проще, чем на Банны, что в Турцию съездить сейчас дешевле, чем на Банны. Ну, давайте посравниваем Турцию, Анатолийское побережье и наше любимое озеро Банны. Что касается цены на объекты недвижимости. Вы знаете, здесь они стоят дешевле. Что касается того, что здесь есть и чего нет на Банном. во-первых, город Финики это центр сельхозяйственной Турции. Здесь выращиваются помидоры, огурцы. Ну, в общем, все то, что мы потом зимой едим. Кроме всего прочего, сюда вообще туристов не возят. И мы, наверное, единственные, кто здесь вообще говорит по-русски, потому что это другое направление. Это, наверное, проблема туроператоров, которые вас засылают, ну, максимум в Кемер и туда, в Аланию, ближе к Сирии. Здесь же совершенно другая Турция. И давайте мы еще и о тех, кто объекты недвижимости предпочитает в Италии покупать. Ну, во-первых, дорого, зона евро, да? Цена вопроса. Цена вопроса здесь дешевле, воздух потрясающий. И теперь уже немножко и страниц истории. Что Италия, что Греция, что Турция, это все, в общем, изделия одного времени. Знаете, почему? Потому что сначала была Греческая империя, потом Римская империя, потом Османская империя. То есть, если кто-то там кичится тем, что здесь нет истории, ну, ребята, просто учите историю. Ну, а что же, пора, как говорится, брат, пора, так скажем, обналичивать свое лицо. Хватит, помогали, помогали, а благодарности от коммерсов нет. Меня более зрительская благодарность греет. Итак, план действий такой. Набираем указанный телефон, час общения, чаечек попьем, чешем репу, знакомимся через скайп с моим турецким другом, хотите с несколькими. Все это абсолютно бесплатно. Потом на самолет, там вас встречают и вы начинаете выбирать треху в Турции по цене однушки, ну, двушки в магнитке. Юридическая чистота и грамотность это лично мои гарантии. Денежку за квартирку, там, где тепло и спокойно, так же, как и у нас, в обмен на зеленку по тамошнему топу. И для самых разумных начинается совершенно другая жизнь. Ну, события сию мы потом уже в тесном кружочке и обмоем. Не сказать, чтобы нам было неинтересно приехать в пятый раз в Турцию. Скажем честно, и мы хотели приехать в конце октября месяца. Не сказать, чтобы мне было холодно, потому что сейчас только что я купался в аквапарке. Вот там водичка холодит. После аквапарка в октябре месяце надо погреться. Где это можно сделать? Ну, конечно, залезть на пляж, на котором гордо реет голубой флаг. О чем это говорит? Что пляж-то потрясающе чистый. Вы сами можете посмотреть, какое чистое море. Ну, и, конечно, небольшой респект мне бы хотелось сказать следующим компаниям. Ну, принимающая сторона понятно. Кто нас сюда отправил? Это Эльдорадо Тур вместе с Пегас Туристик. Ну, вообще, как бы эльдорадики меня радуют. Когда я им ставлю задачу уехать быстро прямо сейчас и сегодня, причем за копейки, именно эта задача и решается. Небольшие пожелания. Ну, конечно, мне хотелось бы попробовать провести Новый год в Турции. Я думаю, что все это можно сделать в стране с субтропическим климатом, где царит постоянная прекрасная погода. И даже зимой, и даже здесь можно покататься и на горных лыжах и принять водные процедуры, потому что температура Средиземного моря на Анталийском побережье редко опускается ниже 19 градусов. В принципе, приемлемо, зная о том, что мы купаемся в банном. Ну, а теперь сегодня, сейчас вот уже первый загар и несколько дней. А теперь мы отправимся куда более интересную процедуру посмотреть, а точнее прикупим недвижимость себе в Турции. Вот так вот, плавненько купаясь, понимаешь, что теперь уже пора вспомнить о наших корнях. Напоминаю для тех, кто не помнит. Времечко такое было, когда наша знать, совершив рывок в нашем пространстве, понимала, что дальше-то и не получится. Кстати, рывок совершался не только мужчинами и женщинами, типа сударями и сударынями. Обычный крепостной при необходимости обеспечивал себя нормальными условиями. И тут бред коммунизма выкинуть-то надо. И в оконцовочке надо понимать, что можно приехать на лазурное побережье, встретить старость. По сути, смысл в этом есть и для всех. По сути, понимать надо, что лазурный берег это не только южная часть Франции. И по сути, надо понимать, что и здесь мест для захоронения хватит. И все-таки самый экономичный вид транспорта в Турции, ну, по крайней мере, в Кемере, это все-таки велосипед. Я его еще назвал маршрут 2 доллара. Сколько конкретно стоит проката в велосипеде, я точно не знаю, потому как та клиника медицинская, которая нас пригласила, нас обеспечила вот этим транспортом. И в результате мы находимся, наш отель находится в западной части Кемера, ну, и вот центр, где очень много различных магазинчиков. И вместе с этими двумя долларами, не потраченными, я приобретаю огромное количество здоровья, чего и вам желаю. Так вот, насчет здоровья. Здоровья этого в Турции в десятки раз больше, чем в России. Вообще, надо понимать правила. А вы попробуйте поработать со своей страховкой, чтобы понять отношение турков к своему здоровью. Я это понял, когда меня хлопануло с бронхитом и так хлопануло, что я до сих пор в ауте от турецкой медицины. Теперь я еще и в ауте от онкологии. Вообще-то, надо понимать, что рано или поздно понятие онкологии будет у нашего каждого из 65-ти из 100. И это норма. Онкология с нами не шутит, но с онкологией можно жить, плавно перетекая ее в состояние хронической болезни. Что, никто, кроме меня, вам про это не говорил? А потому, что вы не понимаете слов онкологии. Хотелось бы, чтобы вы это поняли побыстрее. При нормальном лечении вы можете вылечиться или точно и круто повернуть свою жизнь в лучшую сторону. Вот она прелесть небольших городков. Не то, что Анталия, она здоровая, огромная. А здесь все в пределах доступа. Особенно, когда есть двухколесный друг. Вот так выглядит тот город, в котором вы можете приобрести недвижимость. И это недорого, и это Кемер. Пожалуйста, также автомобиль вам здесь не нужен. Извините, 2 евро за литр это что-то чересчур. Спокойненько приобретаем недвижимость, приобретаем велосипед и живем спокойно, отдыхаем. Конечно, здесь есть неповторимый турецкий колорит, но все-таки это адаптировано больше к туристической зоне. И мы немножко поедем подальше, в другой городочек. И мы поехали в другое место, за Кемер. Вообще, надо понимать, что для граждан России Турция предлагается вся. Ну, кроме Черного моря. А давайте еще про историю. Мы никогда с турками не бились. Турецкая республика начинается с 1927 года. А бились мы с Османской империей. Причем бились достаточно странно. Вы подумайте, сколько вас россиян с голубыми глазами и белой брысами. Много, да? Офигенно много. Просто мы и не бились. Мы плавно принимали атаманцев на территории своей. Кстати, Пушкина помните? От араба он был. А арабы точно такие же граждане атаманской империи. И поэтому попроще. И понять-то надо, что на турецком языке разговаривает большая половина россиян. Итак, спонсор сегодняшней нашей поездки на автомобиле Hyundai Accent. Это не какой-нибудь автомобильный салон. Это не Reginus и не Автоград. И не все, кто продает марку Hyundai. Сегодня мы поехали и едем благодаря Кимера Life Hospital. Ну, городскому госпиталу Кимера. Так дословно переводится это название. Мы взяли автомобиль объемом 1,3 литра. Потому что нам предстоит дорога длиной в 300 километров. И вчера я заправился на 50 лир. Это примерно тысяча рублей. Заправил я немного. практически 17 литров. То есть цена вопроса понятна. 2 евро за литр. Но как машина-то поехала? Знаете почему? Потому что это настоящий бензин. И заправился на заправке BP. Ну, так в бытность мою-то было много чего из автомобилей. В бытность мою российскую я в руле российском попробовал более 80% автомобилей продаваемых в Рашке. Дальше Турция. Потому как в Турции покатался на 6 автомобилях. И пока это не столько сколько было их у меня. И я не дошел, но в скором времени и опережу таки. Чуть честнее. Осталось от 15 и 9 всего. А вот этот мега-автомобиль. Много смотрел на Hyundai Accent. Такого не видел. Честно, такие Hyundai выпускаются в Турции. А особенный был прикол в движке. Пробег-то немалый. И для трехлетки, которая каким-то лядом накатала более 225 тысяч километров и в агонию меня внял бензин. 1500 кубиков. А как он рысачил на асфальте, оставляя среды при несильном нажатии на педаль дросселя? Я понял, что мы в России не бензином заправляемся. Мы заправляемся мочой. А здесь чистый и правильный бенз, который в экономном режиме дал нам замечательный результат. Ну, а пока мы ехали за впечатлениями, вот вам еще один прекрасный совет. Как правильно жить с онкологией? А правильно питаться гранатовым соком. И чую, это тоже верное лечение. Если человек не мечтал о море, не хотел быть пилотом, и не мечтал полететь в космос, значит, он точно не родился в нашей стране. Наверное, это какой-нибудь Америкос там, для которого все было. У нас были мечты и были возможности это все реализовать. Потом наступило веселое время. Сейчас время, но не менее веселое, но очень дорогое России. Да, дорогая страна. И вот мы выбрали место для проживания. И вот мы выбрали людей, с которыми нам интересно жить. Вот мы выбрали то место, где нас обслужат и в тот момент, когда нам будет уже 50 лет, когда все болячки повылазят. это конечно Турция. Вот приехали сюда на Анатолийское побережье. Ну пусть у вас бизнес там работает. Купили здесь дом либо квартиру от 150 до 200 тысяч, но может быть до миллиона долларов. То, что стоит миллион, мы вам покажем. То, что стоит Магнитогорский миллион, вы сами можете видеть, пожалуйста, в Хуторки, на поселок Крылова. В общем, разница будет очевидная. Но чего нет в Магнитогорске? предполагаются южнее Кемера. Здесь есть собственный мыс, здесь есть собственная гавань, здесь есть собственная ваша яхта. И в данном конкретном случае в городе Финики здесь же вашу яхту и отреставрируют. То есть столько удовольствия я, честно говоря, не видел. Но вот здесь есть еще великолепная рыбалка. Вот так вот я к вам обращаюсь господа для тех у кого проблемы с головой. Потому что у меня проблемы с головой. Кстати не только с головой у меня проблемы. Дело в том что после того как мне по башке приехала вот я достаточно быстро нашел где мне лечиться. Хотя заезжал в дорогие конторы по интернету я смотрел и я пришел к выводу что все-таки Турция. Почему Турция? Потому что Турция дешевле для нас. Насколько Турция дешевле для нас? Ну вот если брать к примеру Германию и Израиль это в 5 раз по цене Турции. То есть мне как то стало проще. Потом химия там да стоит денег но не таких как в России. Что касаемо России. Недавно узнал что оказывается мы должны наших руководятлов в смысле тех кто нами занимается лечить в российских клиниках. дай бог чтобы так оно и случилось. Потому что если это не получится то нашей медицине просто абзац получается. сколько у нас это делал раньше стоило сейчас расскажу. Сумма которую я тратил на себя это примерно полторы тысячи долларов чуть меньше полторы тысяч долларов вместе с обследованием а вместе с химией там вообще капец то есть две с половиной тысячи долларов вот это одна поездка была сейчас посмотрел нам конечно хорошо тему дал лекарство которое я пью это химия моя вот она раньше стоила космических денег сейчас она стоит ну примерно в 10 раз дороже чем в Турции еще раз расскажу 1500 долларов в 10 раз дороже это получается в 10 раз дороже это получается 450 тысяч рублей но смотрю и вижу что оказывается цены начали опускаться то есть видать кто ты кому-то проставил в свое время как-то в Турции помните такая ситуация была я рассказывал что цена в 30 раз дороже это совсем нехорошо и наверняка кто-то из власти мучших посмотрел мои сюжеты так и сделал я вижу что хоть цена немножко меняется я готов платить денежки вот как мы денежки платим за все что угодно вот взять допустим вот эту штучку мы платим в 2 раза дороже вот практически за все мы готовы платить в 2 раза дороже и ладно если бы все это стоило в 2 раза дороже то есть вместо тысячи допустим 300 турецких долларов я бы заплатил бы ну допустим 2000 2000 это было нормально да ну 2000 2600 тогда можно было никуда не мотаться но не получается и поэтому я не собираюсь даже 10 раз переплачивать и всем говорю что можно поехать в Турцию вот сегодня сейчас нас заставляют показывать виды на жительство и там если вы купили себе жилье так вот в Турции можно прожить да можно продать здесь квартиру и этого в обалденном количестве хватит вам на лечение в том числе и на химию вот что за моей спиной за моей спиной вы сейчас увидите то ради чего я вам показываю этот сюжет то есть мы вам показываем объекты недвижимости в Турции вот конечно есть Израиль есть Германия но понятно там цены веселые вот кстати чтобы поехать в Израиль можно и не жить в Израиле а можно жить спокойненько ну где-то рядышком в Египте допустим в Таби то есть съездили полечились и вернулись цена вопроса об этом в другом сюжете вот теперь что касаемо того как вы мне можете помочь ну у меня очень большое количество друзей я никому не обращаюсь и по сути из всех тех кто бы мог мне помочь по сумме 500 друзей и по 500 рублей мне бы это вот так хватило бы но не получается а вот год который я катался я тратил денежки тратил денежки нормальных людей которые позволили мне это сделать сумма которая была потрачена там порядка 600-800 тысяч рублей ну ради того что я для вас это дело показываю почему бы и нет вот не все дали деньги вот трое человек не дали деньги у одного там стратегический проект но стратегический проект это все-таки лучше когда вы денежки даете Челейкин Алексей потому что Челейкин Алексей больше вам что-то покажет чем остальные стратегические проекты которые потом благодаря которым вас не будет ничего хорошего говорить ну да ладно не в том что дело вот хотелось бы конечно что-то купить но не получается поэтому поэтому будем ездить будем ждать в конце концов нормальных цен и вы хотели узнать а я вам сейчас покажу как можно купить недорогую недвижимость в Турции хотелось бы поговорить об онкологии но об этом после я конечно не понимаю россиян прилетающих в Турцию на отдых на лечение туда прилетать надо вот к примеру цена за флакон в суставы там 3000 рублей у нас 15000 сумма помните ну азитромицин там 100 рублей у нас 500 это только начало то есть там лечиться проще проще и дешевле а понимая то что мало кто без лечения отправился в мир иной начинаешь понимать где лечиться то есть по сути понятно там уровень жизни чуть лучше чем у нас но там на продукты вы тратите в 3 раза меньше про лечение я вам говорил то есть теперь понятно пенсию в 10 тысяч рублей дешевле тратить там где дешевле и это не россия что касаемо покупок недвижимости любой крендель живущий в однушке там купит треху любой человек живущий в доме там купит нормальный дом да еще и с остатка на себя хватит ну еще ж пенсия так что горожане думайте так же это может сделать и любой житель села беря к примеру Миндяк там дома в мультос как раз на трешку в Турции хватит известная телевизионная реклама гласит ну с канала еврониус разумеется love cyprus то есть и зимой и лето и весной хорошо и осенью замечательно в Турции как хорошо зимой да вот так же замечательно мы приехали сюда это 150 километров от Анталии самой южной конечности турецкой территории город Каш и вот здесь в общем-то до этого Кипроса недалеко вот остров в принципе при большом желании до туда можно и сплавать но что делают кипреты они приезжают сюда потому что здесь ну совершенно дешевые цены и здесь здесь мне бы хотелось конечно же окончить свою жизнь знаете почему потому что ну все 33 удовольствия как говорится в одном то есть есть место где мне на радиоуправляемых самолетах полетать есть место где я могу на спортивном своем каре оттянуться ну да если еще бензинчик подешеве вот можно же здесь купить недвижимость мы сейчас ее вам покажем можно здесь просто обалдеть и отдыхать пить красное вино великолепное местного приготовления вот можно здесь можно здесь с параплана прыгать это кстати место мека точнее турецкого полополаниризма и здесь здесь пожалуйста ваша любимая яхта ну как сочли все 33 удовольствия вот поехали дальше посмотрим что это в действительности из себя представляет ну и раз мы про миллионеров говорить будем то все нормальные товарищи у нас рублевые миллионеры конечно я не совсем понимаю владельцев лизинговых авто я бы честно купил себе дом а не рассачил на стремительно теряющим цену лизинге ну да ладно теперь про долларовых миллионеров ну для того чтобы понять все у кого трехэтажный коттедж таковыми и являются у нас таких много выйдите из магнитки на юг и посмотрите кстати для тех у кого денег очень много и я возвращаюсь в российскую империю вы поработали на себя или на государство и на лазурный берег лечить печенку ну понятно на какой лазурный берег ну программа дом милый дом не только для миллионеров она и для тех кто мечтает им стать так стоимость этого дома примерно 15 миллионов что сюда включено во-первых это полная отделка во-вторых обратите внимание из чего сделано все грамотно и какие камни только из натурального камня теперь вот на заднем плане вы видите это побережье вы думаете в Турции не умеют строить или точнее умеют строить хуже чем в Объединенных Арабских Эмиратах ровно через год здесь нарежут эллинги и вот тогда цена вопроса возрастет а сейчас сейчас дом с таким прекрасным видом со своим собственным бассейном вид из которого я покажу вам чуть позже с тех этажом общей площадью в смысле жилой площадью без тех этажа примерно 200 квадратов ну сами думаете сами считаете здесь есть все вся мебель все стеклопакеты и все достаточно умно и грамотно и теперь как вы все это берете в России вы конечно покупаете дом без отделки а здесь дома с отделкой а это 3,5 ляма за фигню из шлакоблоков 150 квадратов а все остальное в такой же дом до отделки еще 3,5 ляма ну а если в пиндорит мебель еще столько же ну а если еще и снаружи вот тебе пятнарик а зачем все это делать когда все это есть второй этаж этого замечательного дома включает себя в спальню примерно в 16 квадратных метров как она оборудована посмотрите двуспальная кровать тумба здесь стоит еще шкаф встроенная мебель разумеется проходим дальше еще одна спальня и и здесь есть еще один балкончик попрошу вас господа посмотрите чем плоха эта детская спальня с такой же встроенной мебелью с двойным стеклопакетом хотя зачем он вам когда здесь температура зимой не опускается ниже 19 градусов тоже замечательный вид и противомоскитная сетка все нормально идем дальше здесь есть еще одна спальня ну и конечно на каждом этаже есть санузел заходим посмотрим да здесь живут благоверные христиане и честно говоря мне бы так жить с таким удовольствием по жизни то есть ну куда еще больше но цена вопрос конечно хороша полы полы из цельного камня ну и разумеется а давайте зайдем вот он полный санузел по-моему здесь не менее 9 квадратов что неплохо мне тоже нравится конечно это нравится кому бы это не понравилось еще раз говорю все объекты на сдачу здесь такие же теперь про то из чего все сделано если бы я все это делал из таких материалов то сумма моего ремонта трех вылетела бы в два раза то есть я сделал еврейский евро ремонт экономя на всем и это полтора ляма а если бы это сделал то треха и площадь 83 а здесь 200 и вот такая фигня разумеется первый этаж нашего любимого дома за 15 миллионов рублей кстати выполнен вот так вот еще один санузел заметьте три санузла каждый на своем этаже здесь есть небольшая такая комнатка 65 квадратных метров полная ерунда конечно двуспальная кровать тоже не инсталирована мягкий уголочек пожалуйста опять же встроена мебель она здесь пустует потому что семья-то небольшая два человека всего живет здесь вот ну разумеется стеклопакеты разумеется кондиционер и все и выходим и смотрим сюда где мы где мы да в район где мы на южной части государства под названием Турция этот бассейн глубиной метр 75 хотел бы сюда прыгнуть потому что ну просто вот так плавая и наслаждаясь видом потрясающим ну что же это не за жизнь-то такая да жизнь великолепная в великолепном замке выполненном в средневековом стиле из натурального камня ну что 15 миллионов много это или мало за полностью сделанный дом в котором вам не надо ничего доводить до ума ну разве что там еще в тех этаже сделать паньку да уж и про цены турецкая лира также обесценивается к доллару как и рубль то есть все по сути в рублях и даже мариноваться то не стоит купили то что рядом с работой а нужные денежки в нужное место косточки греть греется все нормально и на дивную российскую пенсию здесь придется в три раза круче чем в России кстати если есть мыслят то в принципе а почему бы на пенсии не порысачить и не купить себе корабль а непонятно как но вот умудряются турки сделать жилище небольшое снаружи огромное внутри и кстати это наверное пожелание мудрого турецкого правительства сделать так чтобы ваш дом был в одном архитектурном решении то есть натуральный камень и и что еще есть здесь здесь небольшие улочки и парковки у каждого под свой автомобиль по моему очень удобно здесь прекрасно живут ящерицы здесь великолепно цветет природа что еще надо вам надо только приехать сюда ну к нашим друзьям телефон мы потом вам покажем посмотреть разумеется потому как мы специально сделали эту организовали эту поездку чтобы посмотрели реальную площадь этого дома потому как ну фото это есть фото а видео есть видео так что ну вот первый дом за приличную сумму теперь пойдем поищем варианты попроще и конечно понятно что для того чтобы вам сюда приехать мы взяли на прокат машину да сюда из Анталии 200 километров да и не каждому дано сюда заехать но попробуйте здесь живут немцы и англичане и норма употребления немецкого и английского здесь на уровне и нету тут рысаков то есть россиян тут нету то есть в этой части Турции вы из своих детей получите клевых перцев здесь и школы ого-гось да понятно должно быть каждому Анталия это лучшая курортная зона но и каш и это совсем круто кстати чтобы вам показать недорогой каш мы зашли в обыкновенную квартиру ну вот мы входим в то что стоит не таких больших денег всего лишь 4,5 миллиона это квартира площадью 100 квадратных метров смонтированной железной дверью с полностью готовой отделкой ну осталось только ваш свет покрасить стены только стены покрасить никаких обоев ничего не надо пол тоже уже готовый даже инсталирована базовая конструкция под вашу любимую кухню и так первая комната входная комната немаленьких размеров что дальше дальше идем поднимаемся по ступенькам пожалуйста санузел с монтированной душевой кабинкой раз и три спальные комнаты каждая комната не таких больших размеров которых они могли достигать допустим в индивидуальных домах но как вы говорили здесь потолки немножко поменьше там были 3,20 здесь 3 метра и комнаты сами комнаты сами с балкончиком со всем монтированным комнаты по 15 квадратных метров их 3 штуки и того общее количество 4 комнаты огромный холл что вам еще нужно вам не надо сюда вкладывать ничего просто осталось поставить мебель повесить люстры и все квартира готова то есть стандартная трешка в Ленинском районе долой немножко добавляем пожалуйста да вот такие цены и цены-то правильные там все новое стоит своих денег то есть там вы платите за нуль и здесь никто не умирал кстати о смерти смерть дома это чудо здесь смерть в госпиталях то есть там где до самого последнего вздоха за вами будет еще и уход здесь вообще все по-другому да и похороны тоже но мы пока не о смерти в которой все придут своими ногами и босыми вы хотите пожить чтобы вам не пиндолили голову российские бредни и вот вам такой результат причем я просто попросил показать то что стоит 30 миллионов для тех кто это сделать смог и вот вам пожалуйста мне бы так жить мне бы так жить в доме где гостиная в двух уровнях и площадь этой гостиной 100 квадратных метров теперь мы расскажем о том за что здесь платится небольшая сумма в принципе 26 миллионов рублей ну практически это 1 миллион долларов как мы уже сказали эти дома полностью обставлены вот такой холодильничек бошевский а между прочим с функцией подогрева вам обойдется в российских рублях ну как минимум тысяч, наверное, 80 вот эта кухонька встроенная, да? такая с искусственным камнем с керамической электроплитой с бошевской микроволновкой с душевым шкафчиком вам обойдется ну я думаю минимум в 400 тысяч рублей дальше кухонный столик вместе со стульями еще считаем окошечки тут всякие там подойдем к мебели мебель, кстати, кожаная сколько кожаная мебель стоит я вам говорить не буду вы все сами знаете так впечатляет? если нет тут мы еще не поднимались на второй этаж в смысле не спускались на третий один балкончик и выход на террасу и на этой террасе тот самый замечательный сногсшибательный пассейн дабы мне так жить хочется сильно хочется смотреть на солнце и видеть его восход то, как она проходит зенит и закат да, блин сильно хочется но не хочется чтобы меня кинули конечно, если вы покупаете такую недвижимость вас не кинут но вот некоторых швыряют и поэтому много контор с продажей недвижимости но нужно сдать тех, кто не кинет я по сути не хочу никого пиарить хотите купить нормальную недвижимость звоните по моему номеру 8 952 526 68 65 и уж поверьте я вас не кину надоело мне как-то показывать Турцию бесплатно потому как кому объяснишь что больше 30 фильмов о правильной Турции и никто мне еще ничего не сделал ни недвижимость ни жилья то есть теперь и вы должны понять что турки они такие же как и мы один в один но чтобы не раздражать зрителей я скажу что незабытые 33 квадрата ну не 33 квадрата а 50 квадратов одна спальня с собственным балкончиком да с таким же балкончиком еще и с эркером примерно 45 квадратов вторая спальня сейчас я вам продемонстрирую сколько здесь места то есть вот она лестница из полированного камня пройдем в небольшую такую комнатку пройдемте вместе это уже раз два три четыре четвертый уровень да продевайте продевайте посмотрим тоже в первых глазах ничего так кроватка да сколько здесь места и здесь мы видим тоже не менее 50 квадратов метров комната санузел с ванной джакузи кстати не всякая белиберда а ванна от вифра ну санузел что он плохой санузел что ли великолепный и опять же исключительный вид открывающийся на остров греческий остров до которого здесь в принципе вы можете и доплыть ну и проходим все разумно да смотрите открываем нашу дверку так присаживаемся с гостями отдыхаем плаваем наслаждаемся как вам где-то в Манитогорске есть что-то подобное ну может быть у кого-то и есть ну я вам скажу так вы покупаете недвижимость вы не должны заморачиваться и ничего переделывать вам остается за достаточно большие деньги просто жить и наслаждаться жизнью конечно мне бы так жить а может быть и такое и случится приеду покажу и сделаю хотя я сейчас должен делать гораздо более чем и другое у меня растет сын и будем бодаться с онкологией и с безумными ценами на лекарства потому что я хочу чтобы у сына было все пучком а будет у него все зашибок то и у меня все будет так же ну что ж южнее вряд ли кто из телевизионщиков уральского региона в Турции забирался вот мы забрались потому что нас здесь ждали ну а мы вам показали как может выглядеть турецкое капитальное строительство здесь вот чуть-чуть не хватает но ставите лестницу в углубление пожалуйста спускаетесь и купаетесь и нас ждут еще порядка 500 ступенек к нашей вилле за символическую сумму 26 миллионов рублей так что же понять то надо я вам в топе показал самые крутые дома 26 миллионов это не сотни тысяч долларов это гораздо меньше миллиона долларов здесь никто не брендит москалевскими понтами здесь и для сочей и это не так и вот я по сути показал результат а теперь уже ваше дело как жить далее хотите жить в нормальной стране с никакой медициной и с никаким пенсионным довольствием это Россия хотите жить нормально это Турция и уж поверьте мне я-то точно знаю результат ну что понятно было да за улицей уже темно мы подняли жалюзи жалюзи хорошие это турецкие кстати посмотрел такие жалюзи там есть в местах где меня лечили недешево это было но тем не менее вот и тут у нас рядышком наступил новый день моего рождения то есть я три дня рождения праздную 19 мая это мой день рождения 27 марта это постолька мне сделали операцию и 27 мая так вот 27 мая что это такое 27 мая это день когда российские онкологи мне бы сказали все Леша до свидания рак головного мозга глиобластома четвертая степень то есть 14 месяцев и бай бай но как видите и естественно я делаю это вместе с моими турецкими онкологами потому что я к ним прихожу и они просто объясняют что Леша надо жить надо бодаться и как бодаться да просто кредетка бодаться понимаете потому что есть сын а сын для меня теперь поважнее чем что-либо что же касаемо тех объектов недвижимости которые я показал да мы съездили в каш да место недешевое и место для тех у кого есть финансы естественно хотя финансы сейчас есть у любого человека вот эта моя трехкомнатная квартира она сейчас практически 100 тысяч долларов стоит нормально да вот такие же денежки есть и у тех кто живет насилием потому что я как-то маме говорил мама вы понимаешь мне денежки нужны были ты могла бы миндякскую квартиру продать она метро начала втирать что не более 100 тысяч рублей а я сейчас втирать не буду потому что на авито посмотрите там ценники миллиончик не люблю когда меня втирают понимаете мне уже жена не любит когда я психую я не психую теперь научился смеяться понимаете над теми кто мне не помогает мы будем смеяться потом у вас будут совершенно другие ценники что касаемо значит операции если такая штука и будет кстати всем рекомендую потому что понимаете как все так клево получается в Турции допустим вы приходите большой большой толпой да если вам что-то сказал неправильный онколог то ваши приятели ваши родственники могут его просто набить чем я рекомендую здесь заниматься то есть бить вот этих наших онкологов понимаете потому что мне сказали два года и все это тогда еще когда никто не понимал что у меня не вторая степень не третья степень а четвертая да вот так вот ну да ладно их переплюнули и дай бог переплюнем остальных вот стоимость операции в случае чего это получается 25 тысяч долларов в Турции в 5 раз больше это естественно в Израиле и в Германии представляете да ценники такие веселенькие вот я конечно понимаю что и из Германии из Израиля и из Турции также привозят и людей которые операцию не выдержали но если вы выдержали эту операцию и значит в дальнейшем человек вам говорит что вы можете жить то почему бы и нет вот вы кстати можете продать дом в поселке любом потому что Миндяк это 110 километров от города Магнитогорска вот и вам в принципе хватит на самую операцию потому что ну приедьте и в крайнем случае потом можно квартиру-то снять это недорогое удовольствие то есть почему Турция потому что рано или поздно вы в конце концов станете ее гражданином вы поняли о чем я говорю так вот думайте прежде всего о своем будущем и о будущем ваших ближайших родственников вот вы понимаете сейчас идет война я это реально вижу потому что смотрю свой сюжет на ютюбе потому что вот сегодня вышел этот сюжет в эфир 16 июля 1914 года а война-то идет представляете да и в большинстве случаев россияне смотрят про эту войну а где она идет она идет у нас извините рядышком в стольной Украине вот я толком не понимаю но наверняка этот выход из кризиса сейчас расскажу что такое кризис кризис начался в 2007 году если мы помним 1929 год так вот там кризис закончился после второй мировой войны представляете да то есть 40 миллионов человек на тот свет и кто-то же хочет чтобы была вторая мировая война хотя я не хочу потому что у меня есть ребенок и я не хочу чтобы у него какие-то проблемки были но кто-то хочет и даже не буду говорить про это дело потому что это неправильно война это не есть нужное событие так же как и то что мы живем в атмосфере лжи вот представляете да что такое сотовый телефон и симки все эти дела самая правильная симка теледуашная вообще никаких проблем четко правил денежки и они там год могут лежать может быть и два могут и три вот а все остальное МТС Ростелеком вся остальная бредятина какой-то фиг они нам начинают рассказывать включают музыку там или еще какие-то дела и в течение месяца ваши денежки просто исчезли клевенько да я не считаю что это нормальное явление остальное да тоже тут банки нас душат вот у меня есть банк очень плохой банк представляете да я ему уже все денежки отдал хотя мы-то можем прощать 53 миллиарда миллиону миллиарда долларов кубе и всем остальным просто решили простить да как же так зачем нам помогать тем людям у которых проблемы это возникло у меня проблема возникла да вы представляете что-то такое вот если честно я эту проблему решаю не в России потому что в России это очень дорого я бы наверняка уже не жил бы здесь потому что химия здесь вообще космический денег стоит когда-то может быть кто-то и смотрел мои сюжеты хотелось бы чтобы мои сюжеты смотрели потому что я не буду говорить что я пишу там открытое письмо президенту России Владимиру Путину зачем это делать представляете ну я как бы живу и пыхчу и что-то зарабатываю во много благодаря тому что я вовремя купил но хотелось бы объяснить что ребята ну когда у тебя вторая группа инвалидности и когда ты все денежки выплатил может быть хватит потому что ну вы понимаете да куда деньги уходят а банки и банк он так вот странненький у нас да и то вот мне сегодня пришли документы типа иди в суд ты что-то отдай этому государству я так и не повехал то есть у нас государство на чем основано на том что оно нас давит тех кому не очень хорошо спасибо очень сильно спасибо этому государству так же как и за химию так же как и за все понимаете мы не можем говорить о том что мы даже лечим рак потому что мы его не лечим то есть в 1985 году у нас перевели английскую английский учебник по борьбе с раком а до этого все труба то есть как мы лечим да никак мы не лечим если вы хотите лечить рак ну вот пожалуйста другие места из других мест которые я посмотрел реально посмотрел еще не съездил правда в Китай но вот Турция мне больше всего нравится потому что там его лечат вот и уровень медицины там тоже в ГУГОС вот все остальное и Америка Германия Испания там я не знаю в Испании не был вот но есть еще такая государство как Израиль там ценники в 5 раз дороже поэтому вам надо понять где вы будете лечиться где лечиться правильно то есть я вам все же объяснил Индия есть но Индия она дешево понимаете там лекарства вообще копейки стоит в Турции чуть-чуть подороже но все равно все то что мы здесь лечим вот сейчас объясню то есть за азитромицину платим в 5 раз больше вот то есть он там стоит 100 рублей а у нас стоит 500 рублей нормально? все так нормально делается вот про химию вообще рассказывают будут другие то есть когда я туда поехал здесь химия стоила в 30 раз дороже а курс химии был на 3 месяца это примерно 1500 долларов вот на 3 в 30 раз умножить и нормально получается полтора миллионечка хлоп вот хриснули нормально Россия крутизна вот и я вам сейчас покажу место где бы мне хотелось жить потому что и гражданство будет хотя у меня гражданство уже не нужно мне в принципе и не нужны те деньги которые вы мне сейчас платите потому что все таки телеканал на YouTube платный дело в том что эти деньги не мне пойдут они пойдут моему сыну то есть я-то еще как-то нормально проработаю и все есть по сути-то и видеокамеры и все остальное вот а сыну это будет подарком от меня вот когда ему нужно будет так вот сегодня что я хотел бы вам показать сегодня я вам покажу возможность купить недорогую недвижимость про дорогую я вам показал а теперь будет про недорогую недвижимость серия сюжетов из Турции а где же радость там а радости-то и нету потому что то что с нами происходит заставляет задумываться и не только о здоровье понятно что со здоровьем у нас все гораздо хуже и мы стоим где-то в начале 70-х годов прошлого века так нас еще и обложили по полной то есть наше дивное государство нас дует налоги с автомобилей это самое дорогое но и не только а главный доильный агрегат это ипотека то есть в межбанковской среде занимают у центробанка по 4 процента вам вваливают под 15 нормально кстати для тех кто не хочет мариноваться в маленьких хатах тут еще и налог на недвижимость веселенький то есть к страховке выросшие на треть плюсанется еще и налог на ваше жилье а так все будет просто весело а в ценах к примеру средняя зарплата в 1000 долларов 51 тысяча рублей это то что с вас удержат плюс еще 7 тысяч если нормальная тачка страховка плюс еще 7 а если в ней еще нормальные лошадки ну плюс еще столько же за налог если это хороший дом или хата то есть минус 100 тысяч в год на налоги а вы с этого будете хорошо жить это абсолютно непонятный сектор замоченный на ваших деньгах ну а что так плохо что ли процент на лекарства плюс кварплата плюс ребенок я вообще молчу здесь вы будете жевать и далеко не морковку все оставшиеся годы есть и другой вариант купить себе здесь малявочную хату или мосюсенький дом ну плюс деутика а на все остальное тама где вас не тискают то есть в нашей стране не собираются из вас сделать богатюгу с вас и с мелкого будут брать немеренно так вот а зачем это надо а поехали в другие места по-моему это то и надо делать если у вас есть то что заставляет думать и так мы покинули город будущего город Каш в котором ну в скором времени у вас будет возможность приобрести недвижимость так же как вообще в Анталии какое впечатление произвело у нас увиденное ну во-первых во-первых даже несмотря на достаточно дорогую солярку в смысле бензин ездить путешествовать по турецкому побережью можно почему потому что великолепное топливо 97 розлива скажем так и это топливо позволяет даже на двигателе 1.3 спокойно путешествовать даже на механке даже на Хенде хотя Хенде в общем очень впечатляющий автомобиль сочетающий в себе великолепные тяговые характеристики и не напрягающий стиль вождения даже при пробеге 140 тысяч километров теперь что касается нашего каша что касается цену на недвижимость и что касается собственно говоря того стоит ли покупать недвижимость здесь и когда необходимо это делать ну я бы порекомендовал все-таки ближе к 40 годам всем задуматься и подумать о том что ну сложные температуры все-таки минус 30 зимой плюс 35 летом учитывая еще сколько нам необходимо за коммунальные услуги платить ну проще приехать сюда вы сразу же получаете вид на жительство сразу же оформляете страховку начинаете выплаты и все и вас уже ожидает ну суперовское гостеприимство в смысле турецкой медицины суперовской какие квартиры мы увидели в принципе квартиры доступные необходимо учитывать еще и тот вопрос что эти квартиры полностью готовы в некоторых в большинстве из них простите даже уже стоят кухонные гарнитуры холодильники и все остальное а это а это практически половина стоимости жилья потому как ну вещи стоят недешевые скажем честно как можно ездить в каш ну тут есть два пути но предпочтительнее тот который мы выбрали то есть прилетаете в Анталию чартером наконец-таки надо напинать напинать наших туроператоров и все-таки объяснить что Турция это все-таки круглый год это говорится на вкус и цвет и на небольшой кошелек потому что лазурный берег это совсем другие цены и совсем другое отношение к жизни а так приехали поставили где-нибудь на стоянке ваш недорогой автомобиль лучше на коробке автомат потому что ну каш такой городочек веселенький в смысле он и по жизни веселенький но вот по горкам девушке конечно на механке будет трудно кататься и все два часа и вот тут по великолепной дороге которая мне чем-то напоминает нашу башкирскую автостраду так что ну так что думайте мы вам показали а выбор как говорится за вами теперь о ценах все тюркоязычные люди поймут что такое ямлак это продажа недвижимости а сахибинден это то что продается я не буду объяснять но вы поймете не каждый поймет еще и то что по сути мы с тюрками помирились очень давно про Россию вспомните светлый волос голубые глаза а сколько у вас таких а теперь про то что стоит недорого вообще надо понять дома там где тепло к нашим домам не имеют никакого отношения у нас стена 800 миллиметров кирпича там в один кирпич поставленный боком ну понятно откуда дешевые цены там в домах люди живут тихо и это правило там гуляют в виллах и это тоже и поэтому результат квартиры стоят недорого но правило такое где иногда шумно и это не спальня но из чего же строится и где гарантия того что дом не рухнет если будет землетрясение и так за что вы платите деньги когда покупаете недвижимость в Турции сами подумайте как здесь умеют строить если ну все крупнейшие объекты строились именно турецкими строителями а я внимательно посмотрел мне стало просто действительно интересно гористая местность и даже когда существует проблема наводнений как с ней здесь справляются и какой дом вы будете покупать мы рекомендуем вот эту фирму с которой мы познакомились и вот пожалуйста то же самое строение что будет здесь как сделано все но фундаментная подложка это одно дело затем идет уже совсем все по взрослому затем уже конструируется опалубка обратите внимание сколько заложено стальных конструкций то есть дом и все строение будет чрезвычайно прочным где-нибудь вы видели что-нибудь подобное в Магнитогорске то есть нету никакого шлакоблока хотя ну у нас вот такая технология строительства здесь монолитное строение и сколько это монолитное строение будет в пересчете на наши деревянные рубли стоить в пересчете на наши деревянные рубли этот дом будет стоить тут до 9 миллионов рублей но это будет полностью готовый дом в который вам не надо ничего вкладывать собственно говоря вам не надо будет доштукатуривать вам не надо будет перепланировать что-то все вопросы можно обсудить в процессе проектирования и затем уже строительства. И кроме всего прочего, я вам скажу так, ребята, что почему проблемы с ипотекой в России существуют? Потому что наше законодательство не позволяет банкам злобного неплательщика забрать имущество. Если вы оформляете ипотеку на объекты недвижимости за рубежом, все гораздо проще. И остается только вам вовремя рассчитываться и наслаждаться жизнью. То есть 9 миллионов готовый дом не в один этаж, естественно. И понятен подход, что даже если и трясенет, то ничего не развалится. Еще круче дома строят в Египте. Там столько металла запахивается, что даже 9 баллов землетрясения. И как-то легко, и ничего не развалится. Теперь о кирпичах. Вы наши кирпичи помните? Что наш бетон, что наши кирпичики делались и делаются из непонятно чего. Честно говоря, не ждал и не гадал, что он придется полазить по строительным объектам в Турции. Полазили, посмотрели, из чего сделано. Вот из такого кирпича. Ну, внутреннее понятно все это дело. Это монолитное строение. То есть очень крепкий, прочный дом, связанный с железом. Затем уже, затем уже, ребята, вот давайте поговорим о другой технологии строительства. Обратите внимание, вот он кирпич турецкого производства. Сколько он весит? Ну, не более 500 грамм. Вот такие соты. То есть подумайте сами, какая мощная теплоизоляционная способность у этого кирпича. И внутренние. Вот такие. Но кроме всего прочего, очень удобно проводить скрытую проводку, потому что буквально секцию выломали и все. И теперь, и в завершении, рассказываю о технологии строительства. Ну, скажем, что вот этот дом с квартирами... Так, теперь спокойно, не падайте. Трехкомнатная квартира общей площадью 93 квадратных метра. Это 73 тысячи евро. Квартира будет закончена полностью. С финишной отделкой. Вы можете просто заезжать и жить спокойно. То, что мы видели на третьем этаже. Два уровня, но стоит чуть-чуть подороже. Итак, сами подумайте, трешка в Кемере. За такие символические деньги. Но кроме всего прочего, к трешке в Кемере вы получите сразу же вид на жительство. Затем уже, получив вид на жительство, начинаете делать социальные отчисления. И в результате, и в результате лет через пять вы уже можете полностью получать социальную страховку и пользоваться турецкой медициной. Высококачественной турецкой медициной. Теперь о том, что внутри. Внутри все клево. И только у нас студия типа без всего и за 40 тысяч турецких лир. Там готовая хата со всей фурнитурой, со всем. Приходи и живи. Кстати, о том, как все делается. Это стандартное жилье или вы можете что-то поменять? Да все зависит от того человека, который купит дом и что ему нужно. Если он хочет что-то изменить, он платит деньги. И мы все меняем. Я вижу замечательный бассейн, я вижу замечательные дома, я вижу растения и пальмы, и все это включено, и это финальная часть. Да, конечно, мы об этом договаривались, когда начинали строительство. Все, что было и мебель, и газон, и кондиционер, и холодильник, и все, что хотел тот, кто купил этот дом. Ну, а если владелец может что-то поменять, то почему бы и нет? И мы можем предложить ему скидку. Ну, как вы понимаете, любой россиянин хотел бы построить себе сауну или хамам. Вы можете здесь это сделать? Ну, а почему нет? Захочет, сделаем. Но вы должны понять, что люди едут сюда за солнцем и теплом. И здесь много и солнца, и тепла. А так, по сути, здесь в Кемере достаточно много хамамов. И вы можете пользоваться хамамом, с сервисом или услугами. Но если владелец хочет, мы ему это можем построить на участке. Но, по сути, надо ли это? А мы поговорим о погоде. Дело в чем заключается? Россияне говорят о том, что зимой в Кемере холодно. Так ли это? Ну, посмотрите, сейчас середина октября, а погода до сих пор очень хорошая. Конечно, иногда здесь бывают дожди, и бывает холодно. Но в основном это солнце. И вы понимаете, какая температура. То есть, когда вы здесь живете, все хорошо. И вы, естественно, одеваетесь так, как мы. То есть, футболка и шорты. Но иногда месяца или полтора необходимы бывают ветровки. Но в основном здесь хорошая погода, и я живу здесь пять лет, если что. А какие верхние и нижние цены за такие дома? Да, в действительности, это зависит от того, насколько дом стоит рядом с морем. И качество здания. И вы можете найти себе дом в пределах сотни тысяч турецких лир или трех-четырех тысяч в зависимости от места расположения дома и размеров. Это очень необходимо. И вы знаете, я на многое что смотрю и понимаю, что жизнь моя была нормальной в этой стране при Брежневе, когда мы строили коммунизм. И всего один год в начале 94-го, когда нам дали возможность накормить страну. А все потом не дало нам возможности ни жить, ни работать. Нас постоянно давят, но вот результат. Жить в Белоруссии и Казахстане круче. Здесь пипец. Кто-то может не согласиться, что нас так задавили, но вот он результат. И вопрос-то не в том, что я слишком родину люблю, но ненавижу государство. Для меня часть государства, ответственная за мою жизнь и здоровье, и это бредятина. Так вот, спасибо, что вы это сделали. Так что государство придется менять. Ну да, к сожалению, так и получается, что нам приходится ехать туда, где нас лечат. Потому что, сейчас расскажу, мало кто знает. Так вот, пока еще от онкологии у нас умирает 65% населения. А что такое? Откуда такие глазки-то? Да я знаю, знаю. 65% населения у нас умрет. Пока еще не сделаны все лекарства, не придумано ничего. Но не надо никому говорить, и не надо никому руки складывать и общаться о том, что рано или поздно вы скрякните. Крякнут все. И я не видел ни одного человека, который бы спокойненько на тот свет ушел. Рано или поздно это у всех наступит. Но единственный вопрос, если вы заболели онкологией, вы уже должны понять, что для вас необходимо делать. Вот на мне написано водка. Так вот, водку я вообще перестал пить. То есть, 2,5 тонны я в своей жизни выпил. Сигареты сразу, доз-видоз. Хотя некоторые секреты вам все-таки нужны. То есть, к примеру, анаша. В смысле, марихуана. Ну, понятно, что это такое, да? Никто же не рассказал, что это дело полезно. Так вот, я расскажу, что это дело полезно. Вопрос в том, насколько она полезна. Вот, допустим, если поехали в Америку, да, с учетом тамошней, дорогой медицины, там нормально все работает. То есть, если онколог вам говорит, что надо лечиться, вам эту анашу и дадут. Вот, в смысле, марихуану. В смысле, это то же самое, по сути. То, что у нас творится, я вообще понятия не имею. То есть, сколько людей уже на тот свет ушло. То есть, они не могли лекарства купить, облегчивающие их страдания. Представляете? А больные все были раком. Так что, вот, про болезнь раком и про Россию, это неправильно все. Вот. Я вам показал, где вы, в принципе, можете жить. Если вы хотите, вы можете жить и в Турции. По цене, вот, просто в пять раз дешевле, чем это в Израиле. Вот. Ну, естественно, Германия. И из, там, я не знаю, сколько это делается в Америке. Вот. В ближайшем будущем я съезжу еще и в Китай, посмотрю, как там лечат. Потому что химия у меня уже пропита. Представляете, да? Целый год я пропил химию. Вот. А теперь закончился. Поэтому надо как-то жить. Потому что я хочу жить до того момента, когда сын исполнится там 20 лет, чтобы я его женил. Вот он мне быстренько ребенка сделал. И все было пучком. Вот. Жить я наверняка буду не здесь. Хотя, что такое здесь? Понимаете, я в прошлом году посмотрел, когда меня не было в Магнитогорске в течение полутора месяцев, как здесь все просило. Сейчас все нормально, все пыхтит. Вот. Потому что я здесь пыхчу, потому что у меня есть видеокамеры, потому что у меня есть фото и все остальное. То есть, ну, и вот поэтому я пыхчу, понимаете, да? Но часть жизни наверняка в другой стороне. И вы понимаете, почему. А теперь подумайте, куда я поеду. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok